Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Такой вопрос. Сейчас все обсуждают, был ли ваш сын в зоне СВО или не был. Вы бы не могли внести ясность в этом вопросе? Ну, давайте по порядку. Вы же знаете, я всегда говорю только правду. Друзья, всех приветствую хочу вас обрадовать. С этого дня, с этой минуты рубрика «Ху из Ху» наш и ваш любимый формат будет иметь еще одну ведущую. Это замечательная Мария Максакова. Вот вы ее видите перед собой. Я очень рада, потому что ее острый ум и ее, так сказать, удивительные остроумные шутки понравятся всем зрителям Ютуба. Поэтому я просто попросила Машу, чтобы она присоединилась к нам в этом формате. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Наталья. Мне, конечно, очень лестно ваше предложение и мне не менее лестны ваши обо мне слова. Ну, что сказать по поводу, конечно, остроумия или, скорее, даже злословия. Я, наверное, процитирую Людмилу Васильевну Целликовскую, полную тезку моей мамы, которая, когда моя мама начинала говорить какими-то обтекаемыми фразами и пользоваться эфемизмами, она говорила так, Люд, говори злее, а то не смешно. Вот поэтому постараюсь говорить злее, чтобы было смешно. Не в Тиму, но все же добавлю. Говорят, что Целликовская приписывает еще одну знаменитую крылатую фразу. Что-то давно меня, блядь, не называли. Видно, старею. Итак, стартуем. А у нас что, никто никакой сенсор на нашей программе? Мы запикаем обязательно это. Вот уже запикали, наши зрители увидели и только догадались, что я сказала. Итак, сегодня герой нашей программы, поскольку рубрика называется «Ху-юс-ху», это Дмитрий Песков. Человек, который практически был учителем вот этих всех пропагандистов, российских военкоров. Именно он продемонстрировал России, что такое ложь, когда, улыбаясь в усы, человек несет полную околесицу и демонстрирует, собственно, дно. Но его это совершенно не смущало, потому что он с юности знал, что такое дно. Да, я думаю, вы знаете, кто такой Дмитрий Песков, Мария. Наталья, вы знаете, я бы даже сказала так, что дно, конечно, он разведывал часто и пробивал его, как правило, с обратной стороны. Но вот именно искусству лжи он действительно учился с самых ранних лет. Потому что, раз уж у нас откровенная программа с откровенными словами, если что, вы запикаете там, где я скажу лишнего. Потому что чем себе торил дорогу Дмитрий Песков на олимп этой лжи в краснокирпичных стенах Кремля? Ну, наверное, наши зрители догадаются, как только я расскажу, с чего все начиналось. А начиналось все с того, что еще на излете советского времени, когда он думал, как бы ему пристроиться получше, он заморочил голову внучки кровавого красноармейского героя Буденова. Вот именно пристроившись к внучке вот этой вот семьи, к отпрыску, над которым там все, значит, души не чаяли, он таким вот образом проторил себе дорогу не куда-нибудь, как ни странно, а прямо в ряды соколов Жириновского. Вот спрашивается, чего он там забыл? Вот чего его тянет на вот такое вот содержание? Но, тем не менее, на этой помойке он хорошо порылся. И там он, конечно же, завел бесценные для нынешней России знакомства, так как в этой партии, особенно в 90-е годы, на всех выборах выигрывали всегда. И проходили по списку все бандиты всех мастей. Братские, Тамбовские, Солнцевские, Измайловские, в общем, любые, какие только вот вам больше по вкусу, все побывали в этих рядах. И там, безусловно, этот сокол еще тогда, как сказать, бледноусый, он, конечно, завел вот все эти необходимые знакомства. Но, вы понимаете, не вечны были связи семьи маршала Буденова. И пришлось думать, что же дальше, потому что, ну, как-то вот помойка Жириновского, конечно, для начала неплохо, яркий старт, но дальше надо двигаться. И тут этот уже выпускник Мугимов... Я хочу обратить ваше внимание, даже не ваше, а зрителей, что, в принципе, вместе со своим кумиром он примерно одинаково начинал, я имею в виду Путина. Вот тот же тоже рылся в помойке на сращении бандитов и чиновников Петербурга, а этот рылся на Жириновского помойке. Да, вот ресторанчики, бандиты, солнцевские, такие-сякие. Там они себе зарабатывали, так сказать, нужные связи и очень легкие деньги, как я понимаю. Ну, Песков такой дамский угодник, он все-таки выпускник МГИМО, а не совсем такой вот, который стоит на подворотне, значит, на Шухере где-то в Ленинградской подворотне, где там он работал в этой банде у Святцева. Вот не знаю, видели ли наши зрители или нет, однако эпитафий на могиле у Святцева, он действительно поражает вот этим самым дном. Там говорится о том, как только, значит, гражданин у Святцев кинет две последние свои палки, его увезут на катафалке. И таким образом завершится этот ливерный рубец. Я думаю, что люди без труда желающие найдут эту поэзию на могиле, которую он велел выгравировать как свое жизненное кредо. Ну, в общем, это публиковалось, поэтому в интернете это есть. И должна вам сказать, что Путин совсем по-другому начинал. Он же во всем отличается, то есть он такой заморож, такой плюгавенький. А тогда еще до дзюдо или только начинающий, скажем так, дзюдоист, у боксеров есть такой термин мухач. Это когда, ну, вот такой какой-то, не знаю, как бы сказать, как вот эти, как бонсай. Бывает карликовое дерево бонсай, которое тоже делает вид, что сосна серьезная большая. Ну, на самом деле бонсай. В Украине, знаете, как в Украине называют таких мужчин? Свинячий парылаз. Ну, то есть, что даже свинья может перепрыгнуть. Ну, от вот полушубок такой. В общем, вот цей свинячий парылаз, он, ну, как бы то, починав вот над татами, туда его отвел этот у святцев. И там он, значит, свои первые шаги начал осуществлять. Параллельно, видимо, стоял на шухере. Или, может быть, в форточки залезал благодаря своей вот этой вот миниатюрной комплекции. Это же предполагаю, ну, то есть, я предполагаю, конечно, ну, как-то, что должна была банда использовать. Они же должны были разумно распределять ресурсы. А это, между прочим, элита воровского мира. Ну, в общем, после этого, когда, значит, он поступил по спортивной квоте вот этого самого Усвятцева, то есть, он попросил за него, чтобы его взяли в ЛГУ. И все время, пока он делал вид, что он учится на юристов, он вот в этой категории свинячего парылаза на самом-то деле отстаивал честь Ленинградского университета все на том же татане. В общем, поэтому учился он, очевидно, с большими пробелами. Ну, и вот потом, к сожалению, уже, так сказать, эти пробелы восполнялись, когда он так же неловко вносил эти законодательные свои инициативы уже в качестве главы российского террористического консорциума. И вот все видят, конечно, эти пробелы, но, увы, эти пробелы, видимо, отшибли ему, то есть, так сказать, еще на татане, там уже невозможно ничего восполнить. Поэтому все-таки становление у них разное, хотя стремление породниться или приблизиться к королям жизни, к бандитам, они, конечно, у них были общие. И, может, это их в какой-то части роднит, вот этот пиетет перед бандит, вообще перед бандитизмом в целом. Но тут тоже Путин его несколько перещеголял, потому что, надо сказать, бандиты не были в восторге от того, когда Путин решил пойти на вот этот, даже не на второй срок, а на второй комплект сроков, когда они поняли, что он будет настолько им прямой конкуренцией, что он им уже такой не нужен, потому что Путин стал сам главным бандитом. И вот, допустим, отец моих детей, вот который тоже, как бы сказать, старших, не чужд вот этому мировоззрению, весьма авторитетному и чрезвычайно уважаемому, вот он был совершенно в ужасе. Они там всячески боролись, как могли, но не потому, что они такие философы и человеколюбцы, а потому, что они понимали, что сейчас и на их пирог он тоже позарится, все у них отберет, потому что он главный бандит, и они ему уже не нужны, они ему излишни. Это все вместо них будут делать разнообразные подчиненные из кооператива «Озеро» и все такое прочее. Надо сказать, что вот этот самый Тюрин, он даже прилип в программе «Анатомия протеста», там же, где Тина Канделаки и все спонсирующие вот этот вот вроде как протест на Болотной, про него там тоже сказали, что он чуть ли не какие-то взрывать собирался, артерии какие-то, соединяющие Сибирь и Центральную Россию. В общем, всякое было, но должна сказать, что Песков, в отличие от Путина, он такая белоручка. Он вот считал, что вот женщинами, женщинами воспользовался это в самый раз. Когда была беременна, внучка Буденова носила, так сказать, под сердцем их… Будущая партия этого самого ЧВК «Вагнер»? Да, вот одного из таких. Значит, во всяком случае, вот эта исчадия уже, наверное, подавала признаки жизни и, возможно, билась ножками и ручками в ее округлившийся животик. В общем, в это самое время Песков понял, что надо менять вектор и приударил он за 14-летней Екатериной Солоцинской, дочерью кадрового дипломата, очень на хорошем счету находящегося. И это именно вот этот человек, его тесть, фактически сделал всю ему карьеру. Ну уж не знаю, как там они договаривались с ним, чтобы он потерял хотя бы до возраста согласие и вот этим своим знаменитым орудием воспользовался в соответствии с действующим тогда законодательством. Ей было только 14, когда они познакомились. У Дмитрия Пескова только-только родился сын Николай, и он состоял в браке со своей первой супругой. А Катя родилась в семье дипломата, училась и жила в Анкаре. И была моложе своего будущего мужа на 9 лет. Песков развелся накануне новой женитьбы. Как только Кате Солоцинской исполнилось 18, влюбленные скрепили свои отношения печатями в своих паспортах. В общем, проторил он себе дорогу таким вот образом. Кстати, после окончания этого МГИМО, в итоге в Турцию. Там он начинал, и вот там он, соответственно, работал, и при этом продолжал, конечно же, активно плодить себе наследников уже в браке с Екатериной Солоцинской. Вся Москва гудела всегда, и все знали прекрасно, что именно таким образом Песков сделал себе карьеру. Потом он отрастил, значит, мушкетерские усы, какой-то придал себе несколько такой бунтарский облик, значит, постоянный какой-то ёршик, значит, на голове, отовсюду все топорщится, значит, ему наглаживают рубашки, он весь такой желанный всеми, любимый якобы, то есть непонятно за что при этом. Вот этот образ, он совершенно не соответствует интеллектуальному наполнению. Вопрос изначальный, где он научился так хорошо врать? Я думаю, что пока он вбрал своей первой жене, приударяя за будущей второй, это, мне кажется, были первые такие школа, скажем так, вот этого азбука вранья, начальные классы. Дальше, безусловно, он на Солоцинской тоже не собирался останавливаться, и она постоянно жаловалась на то, что ему всего мало, он везде все время рыщет дальше, где бы еще пристроиться найти какую-нибудь новую энергичную самку, которая выведет его еще на какую-нибудь орбиту какого-то, не знаю, нового казнократства или каких-нибудь корыт, которым наконец-то он будет допущен. Ну и вот в какой-то момент он пересекся с путинским уже окружением, и дальше вот карьера начала расти. Ну, наверное, эти двое спелись. Удивительно, что обычно Путин выбирает себе кого-то рядом пострашнее. Как бы не то, чтобы этот не страшен, он тоже вполне страшен, но он по росту как бы не соответствует. Вот он должен был бы быть, наверное, таким же гомункулом, как медведев. А вот все-таки пресс-секретарем он проработал уже сколько лет, и тем не менее его не поместили в прокрустного ложа, не понадобилось ему уменьшаться в росте. Я предполагаю, что, общаясь с Путиным, он просто сгибается в три погибели, и поэтому Путин, наверное, даже не замечает, что у них есть какая-то разница в росте. Ну, и я думаю, что вот этот вот его финальный тройной тулуп, предполагаю, что финальный, потому что думаю, что следующий прыжок будет уже на скамью подсудимых. Или в ГАГу, или, возможно, какой-то другой организованный международный трибунал. И вот промежуточная, так сказать, его вот эта вот станция под названием «Канавка», «Усы в канавке», то есть олимпийская чемпионка. Кстати сказать, уроженка Днепропетровской области. Я сейчас вот сегодня в Днепре, вчера я спела «Травиату» в Днепровском театре оперы и балеты, Днепро-опера. Спасибо. И ночью были ракетные удары, конечно, никто не спал. И вот я знала, что мы готовимся, конечно же, к нашему эфиру и будем обсуждать Пескова. И я вот думала, кем надо быть, чтобы продолжать поддерживать вот это все, эту зет-вотханалию, когда ты понимаешь, что твой родной город под обстрелами, под ударами, это ж какой манкуртихой надо быть, чтобы это все, так сказать, не просто не переживать и не страдать и не болеть из-за этого, но еще и бравировать, еще и кичиться, еще и, то есть, это просто тошнотворная какая-то низость, которую они там демонстрируют. И мне кажется, по уровню вот этого, этой лживости, этого вранья бесконечного, мне кажется, вот тут они с Песковым наконец-то подстать друг другу. Она, ну, были сначала сообщения, что она гражданка Соединенных Штатов. Ну, потом она через какое-то время стала их опровергать, потому что это сейчас там невыгодно. И тем не менее у нее были и соответственные связи в Америке, и больше, сколько она там жила и так далее. Ну, думаю, что именно этим она привлекла Пескова. Ну, и, естественно, он таким образом хотел подкодить своему патрону, что не только у него спортсменка, но и у его пресс-секретаря тоже спортсменка. Вот таким вот образом, ну, наверное, комсомолка, там и весь этот набор, который, видимо, клише из советского кинематографа у них тогда всплывает в таких случаях. Наверное, они по этому поводу очень, так сказать, дружно хихикали и вот думали, как это они так классно пристраиваются на старости лет. Надо сказать, что Путин все-таки не женился. На своей спортсменке Алинушка-Кручинушка льет свои горькие слезы в алтайской резиденции-бункере, причем вместе со всеми своими отпрысками, которых скрывают. Это вот тайна, секрет Полишинеля. За семью печатями она там, находясь с золотой клетки, производит для него стволовые клетки, каждый раз забеременев и отдав, значит, людоеду Пуповину вместе с этими клетками. Предполагаю, что из этого делаются его эликсиры молодости, его вот этой вот дуримаршей, дочерью Марии Воронцовой. А может быть, даже израильские ученые все еще соглашаются обслуживать диктатора. Это большая неприятность, если это так, потому что считается, что у него большие проблемы со здоровьем, в том числе, возможно, это связано с онкологией. Ну, как знать, может быть, вот эти именно однополые родственники, пуповинная кровь именно прямых родственников своего пола, возможно, нужна для вот таких вот экспериментальных лекарств. И поэтому, судя по всему, Кабаева из пробирок производит постоянно именно мальчиков. Ну, наверное, в этом и заключается замысел ее вот нахождение в золотой клетке и, соответственно, золотая в обмен на стволовую. Вот такой какой-то у них, видимо, договор. А Песков в это самое время официально женился на Навке. Да, усы упали в канавку. И тут, конечно, ну, то есть вся вот эта элита, которая, или элитка, как ее там назвать, которая дружила, конечно, с его прежней женой, ну, которые считали себя, то есть, так сказать, главными баловнями вот этой вот российской казнократской жизни, они были все возмущены, все были просто, ну, как бы в шоке от такого предательства, тем более, что она все, ну, сносила безропотно и безмолвно. Еще будучи в браке, Песков стал тайно встречаться с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Елизавета только-только родила их младшего сына, а Дмитрий познакомился с фигуристкой. Ей было 36, когда она подала на развод. Супруг не хотел разводиться и скрывал свои отношения с Навкой почти два года. Она, ну, то есть, рожала ему детей, целых троих родила, и мне кажется, все-таки это, это все-таки ее ребенок на Тесле катался, в то время, как Пригожин рассказывал, будто бы он воюет. Пришел, говорит, забери его простым артиллеристом. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом по колену в грязи, в говне, на урагане. Ну, не знаю, тут надо уточнять. Вот что очевидно, что у него одна из дочерей Лиза, и вот именно в честь нее, подозреваю, названо рекламное агентство Лайса. А это огромные деньги. И если бы вот как-то внимательно следили за этим, то, думаю, что тайных бенефициаров этой компании давно бы уже публиковали в списке Forbes. Ну, вот по Москве всегда бродили устойчивые слухи, что именно Песков является конечным бенефициаром этой компании, возможно, даже ее учредителем, кто знает. И там все вот эти рекламные пространства, весь центр Москвы им принадлежит, РЖД, какие-то пожизненные, давно и надолго заключенные контракты, бегущие строки, какие-то экраны и так далее, все вокзалы. В общем, все эти площади, это все рекламное агентство, рекламное, получается, рекламный холдинг, это Лайса, который владеет этими площадями и, безусловно, является источником дохода для своего тайного владельца. Поэтому с Навкой произошел обмен ресурсами. Ко времени, когда Навка хотела было ему, вернее, он хотел было проторить привычным способом себе дорогу уже на другой континент, куда-то, значит, в Соединенные Штаты, в это же самое время Навка поняла, что ей уже уходящие со сцены и стареющие спортсменки было бы неплохо покопаться и в бюджете российском, и, конечно же, во взятках, которые носятся за минуту аудиенции или еще как-то с патроном где-то вот куда-то можно его всегда пристроить какого-то чека и сразу же получить чемодан. Но, кроме этого, естественно, рекламное агентство тоже чрезвычайно прибыльное. Видимо, она поняла Навка, что вот это под стать ее ледовому шоу будет. Вот тут-то как раз она развернется. Я посмотрела бюджеты и у этих ледовых шоу. Я вам скажу, знаете, как у нас в Одессе говорят, дурак-дурак свою десятку каждый день имеет. Там огромные бюджеты. Просто они изымают совершенно легально из госбюджета деньги на свои эти сумасшедшие шоу. Какие-то там миллионы долларов. И их отмывают таким образом. Они много чего делают, включая то, что на ледовых шоу в конце концов уже прибыль, которая им достается уже там за счет билетов и так далее. Они, она вот эти деньги, они выглядят как чистые для зарубежных банков. Но дело в том, что это уже все им не поможет. Они все подсанкционные сейчас. Это было все тогда, раньше, когда они думали себе, что вот это будет у них продолжаться музыка вечная, если только они заменят батарейки. Ну, естественно, что все будет иначе. Я думаю, что вот сейчас как раз символом вот этого их падения является прежний партнер Навки Костомаров, которому уже начали отпиливать, значит, конечности одну за другой. И это, наверное, в большей степени символизирует то, что в конце концов произойдет со всеми с ними, потому что они все под санкциями. И если раньше Навку, наверное, раззадоривала, что она наконец-то смогла побить в этом ледовом побоище свою главную конкурентку Яну Рудковскую, А Яна Рудковская своими цепкими, крепкими руками сочинской массажистки, казалось бы, впилась уже, так сказать, безвозвратно вот в это все ледовое действие. Ну, конечно, у нее тоже были свои, так сказать, жертвы. Например, брат ныне уже вдовы Лужкова, Елены Батуриной. Вот в него она вначале вцепилась своими натруженными пальцами, а потом сделала тоже своеобразный тройной тулук, но уже в объятии Плющенко. И вот эти две конкурирующие структуры долго бились за первенство на всех этих ледовых аренах и действительно и те, и тут обе команды пытались подобраться поближе, конечно, к российскому бюджету. Ну, тут надо сказать, что Навка, конечно, опередила Рудковскую, оставив ее просто далеко позади. Вот. Что совершенно неудивительно. Ну, что ж, поскольку, действительно, знаете, сначала, когда Песков показал своего сына, который якобы артиллерист в ЧВК, мы даже грешным делом подумали, а теперь Британия лишит его гражданства. Но потом вдруг поняли, что они давно под санкциями и, скорее всего, британский паспорт уже не светит ни самому Пескову, ни ей, не их детям совместным, несовместным. И куда они будут бежать, Мария, когда все закончится, когда Россия капитулирует, куда они будут бежать с накладными усами? Они побегут в сторону скамейки посудимых. У них вариантов нет. Вернее, может, они будут стараться бежать и в другую сторону, но я думаю, что они будут в этом, ну, так сказать, со скоростью, у них будет маленькая, они будут еще менее удачливы, чем Костомаров, которому, наверное, в очереди сейчас приходится находиться с разнообразными останками или, так сказать, обглотками вагнеровцев. Они все там стоят в очередь на протезирование, ну, наверное, учитывая, что санкции им всем только на пользу, ну, наверное, какими-то березовыми поленьями, ими же они и будут отталкиваться, когда им выдадут такие сталинские вот маленькие повозочки на колесиках и утюжки. Вот Костомаров, наверное, себе уже примеряет такую действительность, потому что, ну, даже на подобные услуги очередь довольно велика, учитывая количество возвращающихся без рук и без ног орков. А что касается, ну, пока еще при конечностях Пескова и Навки, то, несмотря на наличие этих конечностей, убежать от правосудия у них не получится. Ну, что ж, это был первый выпуск с Марией Максаковой «Who is home?» Мы говорили сегодня о Дмитрии Пескове, человеке, который является ртом Путина и который транслирует только грязь и только ложь. Мы знаем это. Человек, который был идеологом, одним из идеологов этой войны, и человеке, который получит по заслугам в этом нет никаких сомнений. Спасибо большое, Мария. Фотально. У меня вопрос. Ну, это какой-то был с моей стороны поток сознания, какой-то монолог. Мне кажется, в следующий раз мы должны с вами готовить какие-то такие темы, ну, скажем так, неожиданные друг для друга. Для того, чтобы мы могли это все делать в диалоге. это во-первых, а во-вторых, для того, чтобы, так сказать, в этом споре рождалась истина. Окей. Значит, тогда будем действительно друг другу задавать неожиданные вопросы и поменяем немножко ракурс этого разговора. Друзья, уверена, что вы досмотрели прямо до этой минуты, что никто не переключился. Ждите следующую программу ровно через неделю. Слава за саму, Мария. Героям слава, слава Украине, разом до перемоги. Разом до перемоги.